А тем временем в Ярославле продолжается реализация проектов, направленных на улучшение качества питьевой воды. На южной и северной водопроводных станциях идет реконструкция горизонтальных отстойников и модернизация контактных фильтров. На эти цели уже израсходовано около 100 миллионов рублей. Сергей Курицын продолжит тему. 335 тысяч кубометров в сутки такой объем чистой воды дают городу три станции. Центральная, северная и южная. Технология очистки двуступенчатая. После водозабора из Волги происходит сначала отстаивание, а затем фильтрование с помощью реагентов. Для излечения из воды взвешенных эколлоидных частиц мы применяем коагулянты и флакулянты. Для обеззараживания питьевой воды применяется хлорная вода. Для пролонгации бактерицидного действия хлора в разводящей сети, а также для предотвращения образования хлорфенольных соединений применяется мячная вода. На южной и северной подстанциях запущен процесс реконструкции горизонтальных отстойников. В рамках которой они оборудуются системой гидравлического удаления осадков и сбора осветленной воды. Это поможет улучшить показатели мутности и остаточного алюминия. По словам специалистов, сейчас вода, поступающая в квартиры ярославцев, имеет большой запас по качеству. Основные показатели лучше установлены по нормативу. Следят за этим в лабораториях водоканала и Роспотребнадзора. Данные по воде ежемесячно публикуются на сайте и их легко проверить. Центральная лаборатория изучает воду как непосредственно из Волги, так и по стадиям очистки и уже готовую питьевую, выходящую из всех трех станций. Ежедневно осуществляется контроль воды и водопроводной сети города, а именно водоразборные колонки, гидранты после плановых и аварийных отключений, границы эксплуатационной ответственности, жалобы, детские учреждения. В среднем лаборатория контролирует где-то около 25 проб в день. По питьевой воде из резервуаров после всех очисток и фильтраций лаборанты дают 100%. В соответствии с санитарным правилам и нормам полное. Центральная лаборатория Ярославского водоканала аккредитована по 33 физико-химическим, 5 микробиологическим, 2 паразитологическим и 2 радиологическим показателям. Подать, так скажем, некачественную или воду несоответствующую требованиям в априори, такого случиться просто не должно. Поэтому система мониторинга работает постоянно в круглосуточном режиме и в случае возникновения, в частности по городу Ярославлю, вот например можно ярославцев успокоить, есть возможности системы переключения. Здесь специалисты говорят о возможности подстраховки, то есть в случае ухудшения качества воды на одном из водозаборов он перестанет работать, а водоснабжение будет осуществляться с помощью двух других станций. Недавно подобная ситуация случилась в Ростове, где произошло загрязнение реки Устье. Водозабор на время пришлось остановить, а жители некоторое время получали привозную питьевую воду. Сергей Курецин, Василий Мосин, Новости города.